привет друзья сегодня будем рисовать муравья который сидит на кустике с цветочком почему такая идея возникла ну вот увидела фотографию красивого муравья и решила что хочу его нарисовать не зря же говорят что муравей проявляет мудрость создателя потому что он всегда трудится всегда мудро поступает то есть заготавливает летом то что будет кушать зимой теперь мы делаем для него фон я хочу сделать немножко коричнево-зеленый листики на котором он сидит и стебелечек я оставлю не закрашенными чтобы листики были более яркими ну для этого мне нужно будет очень аккуратненько обвести все листики которые я наметила я обильно смочила бумагу ну а теперь начнем коричневый будет не не боитесь закрашивать не боитесь не бойтесь самого мурашку потому что он будет залезла на листочек потому что он сам будет темный не страшно сейчас его закрасим потом лист просушим чтобы это работаем дальше с мурашкой листочком и цветочком и листочком так обойдем листики мурашка будет долго сохнуть это нехорошо немножко лампа засвечивает рисунок потому что вода на листе так сейчас подсушим наш рисунок подсох я немножко здесь убрала карандаш потому что у нас будет листик светленький листики светленькие будут вот сейчас мы их положим первый тон потом мы сделаем затемним их оставим где светленькая и затемним тень покладем маленькие детали дорисуем по ходу развития рисунка после мурашки получается яркий цветочек с листиками смочили чтобы выровнялся тон так листочки мокрые стебелечек мокрый и продолжаем укладывать более темный тон мы сделаем более такой размытый листик обязательно вырисовывать каждую деталь потому что он будет у нас на заднем плане так здесь у нас так так вот такой кустик получился вот теперь немножко придадим округлости нашему стебелечку так вот так вот так мы будем его доводить до совершенства чуть уже пока ценимся муравьем так листики наши отсохли ну а теперь будет немножко такая ювелирная работа так как у нас мурашка имеет вот пушок на брюшке я вот буду его рисовать такими штришочками чтобы он казался как бы немножко волосатым волосатый волосатый мурашка ну и я сейчас пока обведу вот сделаем его коленки коленки кстати тоже волосатый да где-то там заканчивается его лапка вот я не буду полностью зарисовывать черным потому что нужны еще блики у нашего мурашки у него здесь такая мышца но мышца тоже есть у муравьё такие крепенькие так вот сейчас мы это дело обрисуем и продолжим дальше его тонировать вот такой муравьичек получился немножко ускорила процесс толстым маркером вот мы его сделали мохнатеньким это черный муравей красивый вот оставила немножечко блики белые потому что все-таки он блестит и у него есть на ножках и на пузике панцири которые дают какой-то блеск вот такая лапка вторая где-то там торчит лапка вот такой получился мурашка и сейчас мы немножечко доведем до ума наш цветочек потом подумаем как сделать мурашечки глазки более выразительные чтобы было видно кстати говоря я использую еще и акварельные карандаши если где-то считаю нужным отправить может быть цвет добавить вот как здесь вот я бы например бы немножко затенила да хотя на фотографии там белый стебелек светлый стебелек ну мне почему-то захотелось так сделать потом берем кисточку немножечко ее смачиваем и акварельный карандаш превращается в краску где дает какой-то вот оттенок да ну и это хорошо а еще мне захотелось чтобы у этого мурашки была еще какая-то палочка ну не зря же он сидит на веточке наверное как-то что-то здесь нашел вот думаю пусть это вот такая будет палочка сейчас придадим более объемности как бы у нее там есть пространство внутри соломинка такая вот и пусть он ее несет домой вот так немножко дополнили в листиках теней все-таки захотелось более сделать их в скетчевом таком варианте ну ничего так тоже хорошо придаем индивидуальности не обязательно копировать один к одному но сюжет мы все-таки взяли сейчас глазками подумаем надо чтобы они блестели и я хочу чтобы их было видно сейчас покажу что я придумала вот посмотрите что я придумала ему глазки сделаем блестящими почему я не могу привнести какой-то креативчик в эту композицию вот остались у меня небольшие такие блестяшки которые отвалились от футболки и вот можно хорошо сюда их прикрепить найти глазки мы их подвинем чтобы было понятно что голова повернута сейчас я прикреплю и может быть дам сюда немножко блеска с помощью металлических красок так вуаля подсохли глазки все-таки пришлось немножко беленького добавить сюда чтобы брюшка было немножко с облеском блики такие и вот видите не совсем черный на самом деле как бы черного совсем не бывает цвета как вы знаете но все-таки мы ему придали такой немножко космический вариант с облеском сейчас посмотрим что у нас получилось убираем скотч убираем скотч так ребята уже в предвкушении в предвкушении вот смотрите какой переливающийся муравей с чарующим взглядом и блеском в глазах у ш th Субтитры сделал DimaTorzok